господи иисусе христе сыне божий помилуй нас номер пятьсот шестьдесят пять первое колитвам 922 для всех я сделал совсем чтобы спасти по крайней мере некоторых за 30 июня 2017 года тут разная тема вот какие были у нас события вчера прошедший день с утра сразу к роману сначала барабашам выпросить машину далее вывести то что с глиняной горы напилили дрова роман же пилил и вывести сущие ветви это все сделали и все это было заснято показано сколько труда потом первый раз ходили по ягоды босиком и там оказалось не только комары пауты но какая-то как маленькая оса везде под одежду забирается и жалит мы все перенесли никто не умер вернулись ну тут уже время обеда потом готовится начали виктор николаевич как правило приходит готовится к костру песнопение вчера были они подготовка володя растопляет там в этой яме я костер горит как с углями горшок это все события одного дня происшествия какие были с детьми мы сегодня вот уже суббота вчера пятница было будет разбор по некоторым моментам не сходится с тем что было намечено дети среди дня залезли постель грязными ногами их растеребил тут вот такие вещи нашли какую-то бутылку перекидали жидкостью облили друг друга на дне и те же тройку у меня тут тараси стёпа и коля илья редко уже бывает отходит так что надежда то есть что дело поправиться теперь за загрузили работой привезли делать нечего они сидят как говорится балдеют а когда есть они перед данной мерке они учатся движется тело и люди как огня боятся труда затейники прыганы сколько не прыгай пустое дым вот три получилось я не пошел на костер народ там был володя записывал там не китали запись очень хорошее толкование давали разъяснение как вывозили ветви и сам костер много пели и сделала я распределил это все на три папки а теперь отсылать будем там где соединять потом обратно мне вернут под замком ну и так порядком 7-10 дней пройдет когда все это появится у нас много снято а тут получается через неделю у нас будет крещение события такие через неделю это девятого там 12 уже розговени петра и павла 9 то что у нас воскресенье наша 10 понедельник 11 вторник на со среда на среду попадает их в четверг молосное молоко будет вот нас это не зависит устав православный мы его строго исполняем и никак без этого нам нельзя мы православные нам это на пользу и такие события как бы небольшого такого масштаба но они многое показывает в детях сохраняется я рассказываю о разных методах воспитания детей какие бывают в америке в австралии и вот запомнилась им канзио японская искренник виктория века зовут она сейчас всех допрашивает а канзио есть она как молитву и повторять не стонать не пищать быть довольным веселое лицо радостное и она интересна вчера сама это все никто и не заставлял некоторые думаю там за зомбировали на всякие это беззаконники самые беззаконные так то часто исповедуется часто причащается и вот они здесь бунтуют самое хорошее что показано в роликах о гостях я не везде мало того гнут матерками даже безобразники ужасно почему ему поп все отпустит это когда смотришь и понимаешь куда заехали православные дальше некуда ни один мусульманин так не бойствует не буддист не коммунист не фашист никто православная самая злобная самая лживая пошел причастие демон входит в них как макаре александрийский видел люди причащаются на самом деле уголь дьявол в рот толкает они этим питаются ничего не не причащается многие больные немало умирает как мухи мрут и все не так все не так здоровьем и привязывается каждому слову что дети босиком там ну то есть ни к чему нельзя слово сказать настолько все чисто благословенно такая вот злоба я утром рано встает сегодня встал в три часа ночи три часа ночи уже пол седьмого я все еще в интернете распределяю отвечаю соединяю снимается у нас на несколько видеокамер в разных местах и все это интересно тем кто будет что-то подобное созидать мои ожидания когда бульдозер там отремонтирует барнаули привезут у меня основное это 1 2 мостики и рыжковский пруд все поврежденное что было бобрами выправить и надежда есть мы знаем как это делать то есть это большой труд капитальный труд для нашего маленького коллектива просто любой поймет что так просто не сделаешь если не знаешь но и несколько показать наши ресурсы покажу сейчас включу интернет вот первое значит что у нас мой мир в моем мире показать первое срока вот она где я в шапке есть очень удобно общаться у нас тут 6300 два видео и 18758 фотографии еще накапливается вот сегодня что было выставлено уже выставляется три четыре пять ну и показать наш большой форум у нас все называется открытым оком во свете библии вот он какой православный форум пожалуйста ну посещаемость разная сегодня гляну сколько ночью было 293 ну и 293 это для нас уже большое а бывает по 700 человек больше зависит от того кто на нас нападает напал дворкин то в 20 раз увеличилась посещаемость то есть антиреклама очень на пользу играет ну и наш православный видео канал открытым оком тут посещаемость просмотров 6 миллионов семьсот шесть тысяч семь тысяч сто девяносто восемь подписчиков ну и там семь тысяч почти с половиной видео у нас и вот выставил я тут сегодня посещение начальника уголовного розыска два часа назад сто девять человек посетило но остальные тут поменьше особенно мало толкования блаженного филакта ну сколько есть показать люди ищут новинки какие-то и во свете библии православный библейский сайт все это свет забивает опустить шторочку надо хоть маленько и вот разбита у нас она здесь на 55 папок 4124 ответа вот и сейчас посмотрим некоторые есть такой внутренний мир человека и несколько вопросов хотя бы которые я отвечал на эти вопросы в университетах радиопрограммах вопрос 214 первый том открытым оком вопрос если у человека нет ярко выраженных талантов а вы говорите что талант есть у каждого то как узнать его не закопать а потом развить ответ в притче о талантах показано что меньше одного таланта не бывает Матфея 25.18 получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего сегодня исключительно трудно встретиться в православии на практике встретить где бы заботились об этом все остановилось на старообрядческой проповеди концепции выражены в двух постулатах первое переходи к нам второе не леносно посещайте храм ну и попутно значит ударить везде ты еретик то есть они еретик старообрядцы бьются за первую основу а первую основу от князя Владимира 980 лет то есть абсолютно не евангельское уже шло не первоапостольское а эти после Никона которые берут за основу с 1656 ну понятно ревность не по рассуждению не по месту не по времени о каком уж таланте и разбить его может здесь говорить поэтому в православии сегодня сложился стереотип христианина пришел купил поставил отстоял ушел у всех одинаково постной физиономии лица похожие на старые кофейники как говорит я в песте господь же призывает нас всех сохранить свою индивидуальность быть всегда радостным благодарным ликующим с гуслями в руках римлянам 12.15 радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими второе корейнфинам 13.11 впрочем братья радуйтесь усовершайтесь утешайтесь будьте единомысленны мирны и бог любви и мира будет с вами филиппийцам 3.1 впрочем братья мои радуйтесь о господи писать вам о том же для меня не тягостно для вас назидательно филиппийцам 4.4 радуйтесь всегда господи еще говорю радуйтесь первое филиппийцам 5.16 всегда радуйтесь 5.18 за все благодарите ибо такова вас воля божия во Христе Иисусе и откровение 5.8 и когда он взял книгу тогда четыре животных двадцать четыре старца пали перед агнцем имея каждой гусли и золотые чаши полный полный талант в одиночку почти невозможно узнать и разбить он развивается на торжеще жизни когда отдан в оборот согласно притче Христа одна эта притча подводит черту и ставит тысячи вопросительных знаков перед монашеством и пустынно жительством Марка 16.15 и сказал им идите по всему миру и проповедуйте Евангелие твари до православных эти слова Христа не дошли за две тысячи лет как говорит великий инквизитор в братьях Карамазах у Достоевского Христу ты нам мешаешь уйди мы исправили твой подвиг ты царствуем мы царствуем без тебя это не только о католиках но и о всем православии во всю его историю апостол Павел перечисляет различные таланты дары которые Бог дает не для тебя только но чтобы ты ими послужил для других и развил их этим 1 Коринфян 12 глава 1 4 стихи не хочу оставить вас братья в невидении о дарах духовных дары различны но дух один и тот же и далее прочтите несколько раз всю эту главу чтобы найти свой талант дар это и есть талант вопрос 215 первый том открытым оком если у человека хороший аппетит считается ли это грифом то что он постоянно хочет есть ответ чрезмерное потребление пищи любого качества лишь бы ее было больше называется чрево беси а любовь посмаковать ее удерживая во рту продлевая ощущение приятного вкуса поиск изысканных блюд вот всеборитство гурманство есть горта на безе то и другое есть грех хлеб и вода монашеская еда прочтите в нашей книге к истинному православию главу избавил господи от объедения хороший аппетит это благо если человек работает на тяжелой работе то соответственное количество калорий он должно попасть к нему в организм серахов 31 22 здоровый сон бывает при умеренности желудка встал рано и душа его с ним лука 21 34 смотрите за собою чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими и чтобы день тот не постиг вас внезапно экклесиаста 5 11 сладок сон трудящегося мало ли много ли он съест но пресыщение богатого не дает ему уснуть серахов 31 23 страдание бессонницы и холера и резь в животе бывает у человека ненасытного и его 20 21 ничего не спаслось от обжорства его и зато не устоит счастье его псалом 72 7 8 выкатились от жира глаза их бродят помосты в сердце над всем издеваются злобно разглашают клевету говорят свысока второзаконие 32 15 и ел и яков и уточнел израиль и стал упрям уточнел отолстел и разжирел и оставил он бога создавшего его и презрел твердыню спасения своего и римея 5 28 сделали стучны и жирны переступили даже всякую меру возле не разбирают судебных дел без дел сирот благоденствует и справедливому делу нищих не дают суда да вопрос 216 если человек лицемерит по вере то значит ли это что он хули духа святого лицемерит ответ лицемерия противные богу и людям ио 8 13 таковы пути всех забывающих бога и надежды лицемера погибнет ио в 13 10 16 и 17 8 строго накажет он вас хотя вы и скрытно лицемерите и это уже в оправдании мне потому что лицемер не пойдет перед лицом его изумят совсем праведное и невинное вознегодует на лицемера ио 20 глава 5 стих и 27 8 висели беззаконно кратковременно и радость лицемера мгновенно ибо какая надежда лицемеру когда возьмет когда исторгнет Бог душу его ио в 34 30 и 36 13 чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа но лицемеры питает в сердце гнев и не взывает к нему когда он заключает их вузы псалом 3 4 16 с лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими притча 11 9 устами лицемер губит ближнего своего но праведники прозорливостью спасаются серахов 1 29 не лицемер перед устами других и будь внимателен к устам твоим серахов 32 17 ищущий закона насытиться им а лицемер приткнется в нем еремея 23 11 ибо и пророк и священник лицемеры даже в доме моем я нашел нечестие их говорит господь матьфея 6 2 и 5 итак когда творишь милостыню не труби перед собой как делают лицемеры в синагогах и на улицах чтобы прославляли их люди истинно говорю вам они уже получают награду свою и когда молишься не будь как лицемеры которые любят синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться чтобы показаться перед людьми истинно говорю вам что они уже получили награду свою и матьфея 5 16 также когда поститесь не будьте унылы как лицемеры ибо они принимают на себя мрачные лица чтобы показаться людям постящимися истинно говорю вам что они уже получают награду свою матьфея 7 5 лицемер вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь как вынуть свечок из глаза брата твоего галатам 2 13 вместе с ним лицемерили и прочие иудеи так что даже варнава был увлечен их лицемерием 1 петра 2 1 и так отложившись всякую злобу всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие лицемерие это оскорбление духа святого в звании христианина непрерывная ложь подделка фальшивых денег но это не хула на духа святого ибо таким же еще есть возможность исправиться и раскаяться не случайно бытовало мнение у иудеев что если в мире существует десять частей лицемерии то девять из них находятся в Иерусалиме для лицемеров самое лучшее средство познакомиться с глубоко верующим человеком искренним смелым который невзирая на лица всегда говорит правду как пророк Михей сын Иемлая 3 царь 22.8 и 13.14 стихи и сказал царь израильский Асапату есть еще один человек через которого можно просить господа но я не люблю его ибо он не пророчествует а мне доброго а только худое это Михей сын Иемлая и сказал Иосапат не говори царь так посланный который пошел позвать Михея говорит ему вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе пусть бы и твои слова твое слово было согласно словам каждого из них из реки и ты добрая и сказал Михей жив Господь я из реки то что скажет мне Господь и сказал что у них нет пастыря ну пока на этом все